приветствую вас на канале компании медлига коллеги меня зовут константин князев я врач и преподаватель а также клинический специалист компании медлига вы спрашивали у нас в комментариях а как работает тканевой доктор на приборе миндрей dc60 pro x inside и сегодня я покажу как с ним работать также на этом приборе мы уже снимали функции автоматической фракции выброса и инструкцию по работе с лонгитудинальным стрейн а ссылку на этот ролик оставим в комментариях так коллеги как используем тканевой доплер есть самые разные для него применения начнем пожалуй с лакс л.в. включаем тканевой доплер и с помощью комбинации м-режима и т.д. мы сможем посмотреть как собственно движутся стенки миокарда стенки левого желудочка такой способ иногда применяется для оценки синхронности сокращения стенок ну например при определении десинхронии при блокадах левой ножки один из методов основан как раз на анализе m-режима сравнение его в тканевом доплере и сравнение с кардиограммы как еще можно принять применять тканевой доплер чаще всего он используется для оценки диастолической функции левого или правого желудочка для расчета е штрих я к штрих соотношения сейчас выведу 47 с найду получше хак но чтоб вам его показать принципе достаточно с помощью pw доплера я сначала возьму пик е и пик а так метральный клапан скорость пика е скорость пика а отлично сохраним и теперь с помощью тканевого доплера возьмем скорость движения колец немножко усилю цветовую карту увеличу контрольный объем чуть шкалу подниму и базовую линию как это у меня латеральная часть кольца меню теди ай метральный клапан и а я это е штрих не интересует латеральный прибор мне автоматом посчитал соотношение ек е штрих по латеральному кольцу и абсолютное значение по е штрих латеральному то же самое делаем на медиально е штрих медиально и вот мы получили ек е штрих средние это очень важный параметр для оценки диастолической функции левого желудочка по правому желудочку аналогично измеряется е на приносящем потоки через трикоспедальный клапан и затем с помощью тканевого доплера движение кольца трикоспедального клапана одно на другое поделили получили ек е штрих только для правого желудочка какие еще способы применить тканевой доплер сейчас покажу вы наверное знаете что такое лонгитудинальный стрейн оценка деформации левого желудочка так вот она не доплеровская если мы говорим о том режиме которым обычно используем однако есть и другой способ доплеровский режим сейчас сохраню видео петлю так что было хорошо видно колечко и миокард включаю tdi qa и ставлю точку для оценки как вы видите я получил график движения вот этой вот стеночки если я поставлю деформацию или скорость деформации то у меня будут аналогичные показатели которые мы получаем при лонгитудинальном строении это доплеровский метод оценки деформации левого желудочка хотя у него есть и ограничения потому что верхушка она для доплера не под идеальным углом поэтому сократимость верхушки оценивать будет не совсем адекватно имейте это в виду спасибо что досмотрели ролик до конца коллеги компания медлига занимается не только поставкой но и сервисным обслуживанием а также настройкой оборудования контакты мы оставим в описании удачи в работе коллеги а